добрый день недавно в магазине онлайн трейд приобрел телефон xiaomi redmi 4a телефон в принципе наверное самый дешевый из xiaomi самый недорогой ну и по самым скромным характеристиками самыми скромными характеристиками приобрел для мамы поэтому в принципе характеристики сильно большие не нужны 2 гигабайта оперативной памяти 32 постоянные для фоток для видео для ватсапа с головой хватит у меня redmi 4а пока телефон работает все хорошо вполне устраивает поэтому подумал что для мамы тоже подойдет экран чуть больше чем у меня 545 по диаметру здесь написано четырехъядерный процессор 3000 миллиампер батарейка конечно чуть маловато но в целом как показывает практика очень не знаю наверное 350 дней в году мы проводим в тех местах где свободном доступе есть розетка поэтому зарядка проблем не будет вот такой вот телефон в принципе по ладони по руке ничем не отличается от 5 дюймового может быть на пол сантиметра он здесь выше по ширине примерно такой же тоненький вполне комфортно сидит что у нас по комплектации значит гарантийный талон инструкция пользователя инструкция пользователя на английском языке здесь есть какая-то информация и на инструкции пользователя во-первых важный момент срок службы телефона два года срок гарантия один год срок гарантии на телефон на зарядку и кабель гарантия 6 месяцев по комплектации кабель usb микро usb не длинный если на метровый кабель от насил даже может чуть короче сам блок питания зарядка зарядка на выходе 5 вольт 1 ампер 1000 миллиампер час и и ключик для выемки и вставки сим-карт кнопки на телефоне так телефон сам телефон значит экран камера фронтальная динамик зарядка по центру справа отверстие под микрофон экран как будто чуть-чуть выступает такая кромка есть но в целом он безусловно не выступает кнопки включения право-лево вернее громкости больше меньше на одной панели на второй панели два лотка под симки два лотка не как в 4 а один был а два лотка ключиком специальным открываем их вот они выскочили значит здесь у нас опять-таки согласно инструкции у нас первый лоток под первую симку и под флешку и второй лоток у нас под вторую сим карту обе сим карты на на размер на на если в redmi 4 а использовался вот один такой лоток куда можно было ставить на на и либо флешку micro sd либо вместо флешки вставилась микро симка то здесь получается можно вставить и флешку и вторую симку но обе симки идут размера на на причем по инструкции в принципе это само собой разумеющееся в последнее время в телефонах по инструкции идет информация что при использовании двух сим карт одновременно есть вероятность что одна из них не будет поддерживать 4g очевидно есть вероятность что будут обе 4g так в симки пока не вставляем нету включаем телефон первое включение его включился здесь у нас наклейка да на этих на лотках чтобы не перепутать есть надписи сейчас еще раз откроем вот здесь вот написано face to screen видно вам будет не видно наверно теле камера не сфокусируется она так близко но вот здесь вот по кромке надпись face to screen то есть вверх как экрану чтобы не перепутать как их вставлять здесь то же самое так телефон включился мой 10 стрелочка далее english раша есть русский далее так выбираем россию пролистал россия далее он сейчас наверно потребует гугловский аккаунт но его не будем подключать пока нет возможности зарегистрировать так вай фай пока пропускаем условия использования политикой специальности как и всегда читаем прокруткой обнаружение сим-карты сим-карты нету пропускаем так это у нас сервисе google на определять местоположение уберем отправка данных о работе устройства уберем помогать приложением определять место уберем все чтобы за нами следить все включил но нажимаем принять нажимаю принять и вы соглашаетесь с условиями гугл гугл принять задайте пароль только блокировка экрана доступ местоположению отключаем программа улучшения качества помогайте улучшить наши продукты Убираем. Отправлять диагностически. Обновлять автоматически тоже уберем. Персональные объявления уберем. По умолчанию классик. По умолчанию экрана ставим. Темнее. Настройка завершена. Все. Гугловский аккаунт, оказывается, вводить не пришлось. Я думаю, при первой установке приложения, при первом установке, это потребуется сделать. Но это уже буду делать не я. Либо я, но под руководством других людей. Чтобы была почта гугловская, аккаунт, прикрепим. Загрузка приложений, первое включение. В целом, все просто, все как обычно. Обычный телефон. Да, по поводу задней части, по поводу фронтальной камеры, сказал. Здесь, соответственно, стандартная камера. И подсветка, светодиодная вспышка. Камера стандартная, 13 мегапикселей. Так, вот он включился. Сразу интернет-магазин. Это какой-то магазин. Так, уйдем. А, ну это приложение Mi, Xiaomi. Вот такой вот у нас экран. Яндекс. Уже встроен Яндекс. Встроены и гугловские сервисы. Естественно, приложения Mi. Я так понимаю, это что-то типа Google Play. Поиск, лейтинги, категории, игры, инструменты. Погода, часы. Инструменты стандартные для Xiaomi. Запись экрана здесь есть. Диктофон, радио. Запись экрана я искал в отдельное приложение. Не было раньше. Mi Communication, форум MUI, очистка, MIU, форум MIU, телефон, стандартная, опять-таки, клавиатура, смс-ки. Так, отклонительная камера. Напоминать, запоминать место съемки. Не запоминать. Фокусируется хорошо. Кадры. Клацают быстро. В общем, вывод. Хороший телефон. Рабочий. Без каких-либо... Не для игр. Безусловно, не для игр. Но для стандартного использования. Простые приложения. Тот же Сберванг онлайн. Инстаграм, контакт, ватсап, вайбер. Позвонить, где-то там какие-то приложения справочные, попользоваться, я думаю, вообще без проблем. С учетом его стоимости, его можно как использовать основным для людей, может быть, пожилого возраста, или для тех, кому критичны очень деньги. Либо как второй телефон. Вот в целом, я бы, может быть, даже себе как второй такой телефон приобрел. Очень классный. Мне, в принципе, понравился.